Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин. И вот мы уже сняли два ролика, которые называются «Какой брусок взлетит выше?». И судя по комментариям наших зрителей, у них есть некоторые трудности в понимании. И я хочу остановиться на двух главных трудностях. Первое связано с тем, что в рассуждении все время смешиваются понятия импульса и энергии. И сейчас мы разберем, как здесь их нужно различать. И для этого давайте рассмотрим простейшую школьную задачку. Пусть у нас тело массы m налетает на тело такой же массы, будем вообще считать их одинаковыми. И летит оно со скоростью v. Дальше тела ударяются и будем считать, что удар абсолютно не упругий. То есть они попросту слиплись. И образовали тело двойной массы. Ну и в этой ситуации надо сказать, что закон сохранения импульса мы можем применять всегда. Значит, у нас был импульс mv и в этой ситуации он тоже останется равным mv. Это не зависит от того, удар упругий или не упругий. Ну, значит, масса увеличилась в два раза, поэтому скорость уменьшилась в два раза и стала равна v пополам. А что же происходит с кинетической энергией? Понятно, что в начале она была равна mv квадрат пополам. А после соударения масса, конечно, выросла в два раза, но поскольку кинетическая энергия зависит от квадрата скорости, а скорость в два раза уменьшилась, квадрат скорости уменьшился не в два, а в четыре раза. И поэтому кинетическая энергия уменьшилась в два раза и стала равна mv квадрат на четыре. Ну и, собственно говоря, если мы начнем применять закон сохранения энергии, то мы сможем узнать единственное, что мы потеряли половину кинетической энергии, значит, она перешла в какой-то другой вид. Ну, очевидно, здесь в тепло. И поэтому закон сохранения энергии, конечно, выполняется, но для наших расчетов он, собственно говоря, ничего не дает. Он просто каждый раз указывает нам, какая доля кинетической энергии оказывается потеряна при соударении. А теперь перейдем к следующей трудности. И для того, чтобы все продемонстрировать, я ударю кулаком по концу бруска, как мы это делали в нашем первом ролике. Удар. И брусок падает обратно на стол. Ну, что при этом происходит? С передачей импульса кулаком бруску все понятно. Тут говорить не о чем. А вызывает недоумение другое. Вот при ударе второй конец бруска также получает импульс от опоры. И здесь возникает вопрос, ну а как же неподвижная опора может передавать импульс бруску? Ну, все дело в том, что брусок при ударе давит на опору. Опора по третьему закону Ньютона давит на брусок. Ну, и брусок сообщает, ну опора сообщает импульс бруску, а брусок сообщает импульс чему? Ну, через опору фактически всей Земле. И вот это и есть самое сложное место. То есть, Земля при этом приобретает скорость, но она настолько мала за счет того, что Земля имеет огромную массу, что мы этого не в состоянии заметить. Но, тем не менее, это происходит. Ну, а теперь давайте посмотрим, а передается ли при таком взаимодействии Земле энергия. Ну, и давайте сравним обмен энергии и обмен импульсами между опорой и бруском. Передаваемый импульс равен произведению силы на тот промежуток времени, в течение которого эта сила действует. Взаимодействие у нас очень короткое, но и силы, возникающие при этом, достаточно велики. И поэтому и брусок, и опора получают вполне конечные импульсы. А как дело обстоит с энергиями? Ну, изменение энергии равно механической работе, то есть произведению силы на перемещение. И вот точка соприкосновения бруска и опоры, она остается практически неподвижной. И поэтому механическая работа равна нулю, и передачи энергии не происходит. И получается, что брусок получает от опоры дополнительный импульс, а энергия от опоры бруску не передается. А теперь мы вернемся к тому вопросу, который был задан в конце второго ролика. И надо было сравнить две ситуации. В одной брусок подперт посередине, и выстрел производится в край бруска. А во второй ситуации, наоборот, брусок подперт с краев, а выстрел производится посередине. И надо определить, в каком случае брусок подлетит выше. Ну, или что то же самое, в каком случае центр тяжести бруска приобретет большую начальную скорость. И чтобы ответить на этот вопрос, мы воспользуемся теми принципами, которыми уже пользовались в нашем первом ролике. И вот на доске изображен брусок, подпертый посередине. А на его конец действует разгоняющая сила. И мы добавим еще пару фиктивных сил, приложенных к центру масс бруска. Ну, ясно, что от этого ровно ничего не изменится. Но зато мы теперь можем сказать, что вот эта сила, приложенная к центру масс, обеспечивает поступательное движение, разгон бруска поступательный. А вот эта пара сил обеспечивает ускорение, которое приводит к вращению бруска относительно центра масс. Ну, и при этом, поскольку у нас брусок движется поступательно вверх, благодаря наличию этой силы, он не будет дальше опираться на опору. Он сразу сдвинется, и несмотря на то, что он поворачивается, брусок уже не будет касаться опоры. Ну, а следовательно, опора не будет действовать на него во время подъема. Ну, это значит, что опора не передаст никакого дополнительного импульса. И брусок будет двигаться ровно так же, как будто его просто выстрелили ему посередине. Ну, и еще я бы заметил, что отсюда из нашего рассуждения следует, что если мы будем действовать не на самый край бруска, стрелять не в край бруска, а где-нибудь вот здесь, например, то ровно ничего не изменится. Ну, кроме того, что момент этих двух сил станет меньше, и брусок будет вращаться с меньшей угловой скоростью. И чтобы подтвердить наши теоретические выводы, мы провели компьютерный эксперимент в программе Алгуду. Для этого мы приготовили две легкие пули, массы которых много меньше массы брусков. И теперь происходит выстрел, и бруски полетели. И мы видим, что скорость поступательного движения у брусков практически одинакова. Так что они приходят на финиш почти одновременно. И вот мы построили теорию, провели компьютерный эксперимент, и, в общем, уверены в его результате. Но, конечно, желательно было бы провести реальные эксперименты. И здесь нас встречают две трудности. Первая трудность. Для того, чтобы воспроизвести условия опыта, нужно, чтобы пуля была достаточно легкой по сравнению с бруском. Ну, допустим, что она будет в 10 раз легче. Тогда, когда она попадет в брусок, то брусок вместе с пулей будет двигаться со скоростью в 11 раз меньше. Но мы для простоты рассуждения будем говорить, что в 10 раз меньше. Но при этом высота подъема любого тела, она пропорциональна квадрату скорости. Значит, высота подъема бруска будет в 100 раз меньше, чем у пули. Ну, а если мы хотим достаточно точно провести измерения, высота подъема бруска должна быть, ну, хотя бы полметра. Тогда пуля должна взлетать на высоту в 100 раз больше, ну, если мы ее выстреливаем вверх. То есть на 50 метров. А это уже достаточно приличные скорости. Ну, стало быть, это уже не комнатный эксперимент. А вторая трудность, она гораздо более существенная и связана с воспроизводимостью эксперимента. Несколько лет тому назад Дерек Малер провел реальные опыты, стреляя в бруски. Как по центру, так и сбоку. И в своем ролике он сначала показывает, что бруски поднялись точности на одинаковую высоту. А потом признается, что эти кадры были выбраны из целой серии испытаний, в которых бруски поднимались то выше, то ниже. Но при этом видно, что в среднем бруски поднимались на одинаковую высоту. Как при стрельбе по центру, так и при стрельбе сбоку. И поскольку Дерек уже проделал все опыта со стрельбой, сейчас мы покажем вам еще один опыт на эту же тему. Ну, вы видите, что у меня здесь наклонный брусок опирается на опору. Я кладу вот в эту чашечку стальной шарик. И сейчас мы посмотрим, что получится, если резко выдернуть опору при съемке этого опыта на скоростную камеру. И вот я убираю опору, шарик падает вертикально вниз с ускорением свободного падения, а конец палки движется еще быстрее. Значит, его ускорение больше ускорения свободного падения. Но смотрите, кроме силы тяжести, на палку действует еще сила реакции опоры, направленная вертикально вверх. И казалось бы, она должна замедлять, а не ускорять палку. И как тогда получается, что конец палки движется с ускорением больше ускорения свободного падения. Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к нашему ролику на ютубе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!